В Армении нет денег на поддержку сепаратистов Нагорного Карабаха. Учитывая это, в Ереване, подводя итоги года, решили просить подаяний. Министр диаспоры Армении, воспользовавшись своей должностью, обратилась к армянам за рубежом с просьбой подкрепить их материально, якобы на благо Нагорного Карабаха, оккупированной армянскими вооруженными силами территории Азербайджана, с помощью которой нынешнее руководство Армении пытается удержать власть. Финальными словами армянской главы диаспоры Грану Шакопян в обращении стало объявление 2017 года «Годом Нагорного Карабаха». Заявление, мягко говоря, нелепое, если помнить о том, что армянам Армении нет никакого дела до этой оккупированной земли, которую внутри армянского общества давно именуют головной болью. Из-за оккупации 20% азербайджанских земель простой армянский народ не видит развития своего государства уже больше четверти века. Те радикальные силы, которые не хотят разрешения Нагорного Карабахского конфликта, они пытаются максимально радикализировать эту проблему. Плюс есть возможность компромисса, есть возможность обострения военных действий как результат замораживания переговорного процесса. И в какой-то мере отражение реальной ситуации, когда эта тема во многом будет в центре политики на Южном Кавказе. Армянские власти не заботятся о благосостоянии собственных граждан, задуматься о котором, ввиду тяжкой экономической ситуации в республике, следовало бы немедленно. В Армении этому ничуть не удивляются. Всеобще известно, у руководства этой страны с конца прошлого столетия стоят выходцы из того же Нагорного Карабаха, второй и третий президенты Роберт Кочарян и Церж Сарксян. Все свои силы, а это бюджет Армении и ее население, карабахский клан, именно так их окрестили в народе, используют в реализации собственных интересов. Создав в армянском обществе иллюзию о так называемом национальном патриотизме, официально Ереван пропагандирует внутри республики ненависть к тюркским народам. Азербайджанцев и турок армянские власти выставляют главными врагами армян и даже заявляют о генетической несовместимости с ними. Удивление вызывает не только факт нездоровой фразы из уст Роберта Кочаряна, но и то, что этот человек родился и вырос, живя бок о бок с азербайджанцами Нагорного Карабаха. На дворении 1988 год, и сегодня в Армении отношение к Нагорному Карабаху и его армянам плохое. Об этом открыто говорят армянские эксперты. По их мнению, сейчас карабахская проблема не пользуется в обществе былой популярностью. Не верьте, когда скажут, что если в Карабахе что-то случится, в Ереване соберется статысячная демонстрация в его защиту. Потому что в сознании что-то изменилось. В 1988 Карабах в сознании людей был светлым будущим. Теперь, спустя столько лет, изменилось общество и изменилась суть карабахского вопроса. Мы видели второго и третьего президентов, видели их родственников, а не карабахцы. Всё это оставляет свой след. Свой заметный след неразрешённости карабахского конфликта оставила и армянская диаспора. Проживая сегодня в разных уголках планеты, выходцы из Армении, имеющие неплохие материальные возможности, спонсируют сепаратизм в Нагорном Карабахе. Всякий раз, когда ситуация в армянском обществе начинает выходить из-под контроля, представители диаспоры мчатся в Ереван, где пытаются вернуть былые псевдопатриотические настроения. Однако народ армении стал понимать, что его просто используют. В то время как армянская диаспора живёт в своё удовольствие за рубежом, простые армяне рискуют самым святым в случае очередной эскалации конфликта – своими сыновьями. Родители армянских солдат не хотят больше получать гробы из Карабаха. Они не понимают, почему их дети должны умирать, защищая не свою родину. Периодически у военкомата в Армении и президентской резиденции собираются жители этой страны. Они обвиняют руководство в том, что сыновья простого населения служат на фронте, а дети чиновников живут в своё удовольствие. Больше половины армянских призывников – уроженцы не Карабаха, а Армении. Армянские общественные деятели не раз заявляли, на оккупированные земли Азербайджана необходимо привлечь международные силы. В частях Нагорного Карабаха следует провести паспортную проверку. Граждане Армении должны покинуть оккупированные земли, а виновники преступления – понести наказание по всей строгости закона.